Здравствуйте! В эфире программа «Сыскное дело» в студии Павел Баймаков. Я и мои коллеги подведем криминальные итоги недели. Мог стать свидетелем, вместо этого оказался на скамье подсудимых. В суде Волжского района начались слушания уголовного дела в отношении Андрея Фауста. По версии следствия, в сентябре 2012-го мужчина с топором напал на инспектора ДПС, когда тот пытался задержать нетрезвого водителя. Подробности в нашем сюжете. 13 сентября 2012-го. События в Волжском районе развивались, как в американском боевике. Патрульный экипаж заметил «Белую Волгу» без номеров. Требование остановиться водитель проигнорировал. Началась погоня. Спустя полчаса сотрудникам ДПС все же удалось остановить беглеца в районе села Преображенко. Водитель сдался на милость победителей, а пассажир взялся за топор. Андрей Фауст набросился на одного из полицейских и теперь оказался на скамье подсудимых. Поднял вверх топор и кричал с криками «Вали мусоров!» Начал бежать в нашу сторону. Потом уже увидел в последний момент, что топор у него в руках. Как я увернулся немного, мне прям ударом сразу попал в область поясницы. Борьба длилась около 10 минут. Инспектор ДПС от тяжелейшего ранения спас кожаный ремень, который был разрублен напополам. Полицейский задержал злоумышленника, хотя сам истекал кровью. Андрей Фауст вину признал полностью и в содеянном раскаялся. Волга принадлежала подсудимому. Когда их заметили полицейские, Фауст как раз дал порулить подвыпившему другу. Взял вон в путь. Ну, первый попавшийся, что лежал под ногами. Дабы избежать сдержания и скрыться. Как бы причинять, что ли бы я ему хотел. Таких выражений, как «Вали мусоров!» с моей стороны не было. Во время нападения полицейскому ничто не мешало применить стабильное оружие. Но инспектор Фуат Ишмухаметов не стал этого делать. После ЧП страж порядка долго не мог прийти в себя. В протяжении двух месяцев точно побаивался останавливать машину в темное время суток, в темных дворах. Просто решил своими физическими силами, данными, взять просто его без применения табельного оружия. Почему стрелять не стали? Ну, расценивал, что жизнь человеческая важнее. Все-таки, как-никак, он чей-то ребенок. У него есть мать. Сейчас потерпевший готовит исковое заявление на возмещение морального вреда. Уголовное дело возбудили по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Если вина Фауста будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Следующее заседание назначено на 13 мая. Суд планирует допросить свидетелей ЧП. Жестокая расправа ради наживы. Самарские полицейские задержали подозреваемых в убийстве новокуйбышевских таксистов. У одного из погибших остались двое несовершеннолетних детей. Два преступления были совершены с интервалом в несколько недель. Теперь задержанные предстанут перед судом. В полицию Новокуйбышевска обратилась женщина. Ее 39-летний сын таксист не вернулся после ночной смены домой. Полицейские тут же объявили перехват по всей области. Уже через несколько часов в поселке Безинчук автомобиль обнаружили сотрудники ДПС. Водителя на месте не оказалось. В ходе осмотра данной машины была обнаружена там уже удавка. Значит, подготовлены специальные концы для удерживания этой петли. Узелок посередине. Удавка имела следы темно-бурого света, похожие на кровь. Свидетели рассказали следователям. За рулем такси видели местного парня. Позже 28-летнего безработного жителя Безинчука задержали. И тот сознался в убийстве таксиста и показал, где спрятано тело. Через некоторое время был задержан второй подозреваемый. Им оказался 19-летний сводный брат задержанного. У убитого таксиста злоумышленники забрали два телефона, золотые украшения и деньги в сумме 2000 рублей. У погибшего остались двое маленьких детей. По данным полиции, тремя неделями ранее задержанные совершили аналогичное убийство. Ограбили и убили еще одного таксиста из Новокуйбышевска. Брат поехал в Самару, взял таксиста, поехал обратно. Я знал, что мой денег нет. То есть он звонил, меня на дороге возле больницы подобрали, в Алексеевке. Доехали до Шариповки, я его в веревку накинул, брат на живое анонимное на место. Оба подозреваемых сотрудничают со следствием. На имя были написаны явки с повинным. Они дают признательные показания. С ними также были проведены выезды и проверки показаний на месте. Первоначально было возбуждено два уголовных дела. По статье 105-й части «Первые убийства» в настоящее время решается вопрос об объединении данных уголовных дел. Теперь задержанным вменяют два тяжких преступления. Им может грозить до 40 лет лишения свободы на двоих. Более 30 тонн контрафактного алкоголя не попадут в магазины Самарской области. Крупный улов оказался в руках оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции. Подробнее расскажет наш корреспондент. Мехзавод, Козелки и Сорокины хутора – это список поселков, где находились склады и цеха по производству контрафактного алкоголя. Всего оперативники накрыли полтора десятка адресов. Была привезена серия обысков, порядка 15 адресов. В ходе этих обысков изъято, это и в жилище, и на базах, изъято более 30 тонн спиртосодержащей жидкости, по которой в настоящее время проводятся исследования. К качеству алкоголя у полицейских большие претензии. Горячительное делали кустарным способом, без соблюдения санитарных норм. Просто бодяжили спирт с водой. Чтобы получить, к примеру, коньяк, в жидкость добавляли опасные для здоровья красители. Был организован целый конвейер по производству контрафакта. Завозился спирт и уже непосредственно в цехах он разливался по бутылкам, закатывался станками и перевозился на склад, откуда уже шла реализация. Отличить подделку от оригинала достаточно сложно. Бутылка один в один, да и акцизная марка по всем правилам. Всего полицейские изъяли более 30 тонн контрафактного алкоголя. Уголовное дело возбудили по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Организаторам незаконного производства грозит до 6 лет лишения свободы. Также в поле зрения полицейских попадают все больше розничных магазинов, торгующих алкоголем. Причина – продажа спиртного в неустановленное время. Напомню, с 1 января текущего года продажа запрещена с 10 вечера до 10 утра. Кто попался на удочку в этот раз, узнавал наш корреспондент. На часах 7 утра. Продуктовый магазин в железнодорожном районе Самары. Полицейские делают контрольную закупку. Пенный напиток продавец отпускает без вопросов. Нарушения налицо. Остальное – дело техники. В данной ситуации здесь индивидуальный предприниматель, который осуществил продажу алкогольной продукции в 7.30 утра. Этот материал будет передан в мировой суд. Продавец магазина, она же хозяйка, темнить не стала. Призналась о запрете продажи алкоголя с 10 вечера до 10 утра, прекрасно знает. Зачем продала, объяснить не может. Теперь за одну проданную бутылку пива придется заплатить штраф до 7 тысяч рублей. Я продала чисто случайно, даже не обратила внимания на часы, потому что я вообще в принципе еще не работаю. Я пришла выбраться в магазин. Я сама индивидуальный предприниматель не являюсь. Я сама постоянно говорю продавцам, что никому ничего не продавали. В принципе, у вас это первые? Конечно, первые. И никогда больше не повторится, потому что я знаю алкоголь. В рейде приняли участие представители административной комиссии железнодорожного района. Два десятка продавцов удалось поймать за руку с начала 2013 года. По словам правоохранителей, кроме штрафа, нарушитель рискует лишиться всей продукции, содержащей алкоголь. При реализации, нарушении федерального закона, в принципе, сотрудники полиции, правоохранительные органы могут изъять в качестве вещественного доказательства всю алкогольную продукцию, которая находится на реализации. А суд, в свою очередь, накладывает конфискацию данного товара. Если пиво в неправильное время льется рекой и в вашем дворе, полиция просит сообщить по телефонам доверия. Напомним, пенный напиток в обычных ларьках запрещено продавать круглосуточно. Место слабому алкоголю только в магазине. Так что за киосками глаз да глаз. На этом я с вами прощаюсь. Вы смотрели «Сыскное дело». Будьте внимательны к себе и окружающим. Субтитры создавал DimaTorzok